Доброе утро, дорогие друзья! Доброе, прекрасное осеннее. Уже хотел сказать, что сентябрьское еще пока утро. У нас сегодня будет интересный разговор с Яной Кудрявцевой, директором по персоналу компании БЕС. Яна, доброе утро! Доброе утро! За те небольшое количество времени, которые мы стояли перед студией, я вам все практически рассказал про себя. Но я знаю, что у вас уникальная история, вашего, так сказать, проживания на чудесном архипелаге или острове, как там называется. Два слова пока, чтобы размяться, заработали языки наши. Ну, давайте, поскольку действительно сложно этого избежать. Да, лучше вначале сразу этот номер исполни. Да, я, собственно, и на радио, действительно, вы правильно вспомнили, была как раз в связи со своей этой историей. Сколько это уже? Три года назад, да, получается? В 16-м. Да, в 16-м я в сентябре 16-го года улетела на Шпицберген. Это архипелаг, вы правы, это комплекс островов, один из которых, собственно, является жилым, и на котором есть какое-то количество людей, помимо белых медведей. Потому что, в общем-то… Вы видели? Да. Прямо вот в реальной жизни, в живой природе? В живой природе, да. Они, в общем, ну как, близко, если бы я видела, я вряд ли вам бы об этом рассказывала. Но на некотором удалении, да, удалось увидеть. Ну, собственно, год я там прожила, и жизнь моя была там связана с образованием. Это русская школа, да? Да, это была школа в посёлке, собственно, в российском, там есть всего два посёлка, один норвежский, один российский. А они рядом расположены? Они расположены в наших московских ощущениях, прям очень рядом, всё 50 километров. На одном острове? На одном острове. Но вы ходили друг к другу в гости? Вот, насчёт ходить друг к другу в гости на расстоянии 50 километров в условиях Арктики, это некоторая иллюзия. В общем, на длительное время ты остаёшься изолированным в посёлке, потому… Северного сияния видели? Да, северного сияния было много. Полярная ночь, собственно, одна из самых ярких впечатлений. Но вы были с семьёй полностью, да, и с мужем, и с детьми? Я была с детьми, без мужа, потому что мы решили на это время… Ну, это был отличный повод подумать, а оттуда, кроме белых медведей, конкуренции, никто бы не состал. Да, ну, он должен был оставаться, да. А скажите, пожалуйста, вот когда человек находится в таких сложных природных условиях, и когда действительно сама природа по себе располагает к некой рефлексии, было ли время действительно насладиться этим пейзажем, подумать о жизни, поразмышлять, посидеть на льдине, я не знаю. Посидеть на льдине, да. Слушайте, ну, наверное, один из мотивов ухода, уезда… Как дауншифтинг, да, у нас сейчас это называется? Ну, вы знаете, это не дауншифтинг, да, то есть, понятно, что, наверное, если мы говорим про какие-то финансовые параметры, наверное, это действительно даже, в общем, каким-то более ярким можно назвать абсолютно, это просто совершенно… Это шифт, но я не могу слово даун к нему присовокупить, да, это, наверное… Ченч такой, наверное. Да, наверное, это какой-то такой вот в сторону, какое-то движение совершенно, совершеннейшая перезагрузка. И да, наверное, один из мотивов, который меня туда увлёк, это гипотеза о том, что вот эта вот вечность за окном и близость, максимальная близость, оторванность, с одной стороны, от человеческого мира, и близость к какой-то вот точке, да, там, полюс, ну, полюс, собственно, он всегда же как-то так, в наших каких-то, наверное, представлениях, является собой какую-то точку, удалённую от людей и приближенную к чему-то другому, да, не к людям. Вот, но поскольку второй мотив – это было деятельное какое-то участие в том, что там происходит, да, то есть не эскейп, да, и вот в хижине закрыться, и там, да, в общем, каким-то образом прямо активно пытаться быть в этой жизни, которая там происходит, ну, и, собственно, жизнь, она побеждает, конечно, поэтому сильно большого количества времени подумать, в общем, наверное, не было. Я, вы знаете, чему удивляюсь, вот, ну, приезжаешь на море куда-нибудь, да, спрашиваешь у местных, ну, там, море, да, какое море, что ты говоришь, столько дел, там, там, приезжают люди в Москву, а вы на Красной площади часто были? Ну, какая Красная площадь, а что вы говорите? Получается, что мы такие существа, что независимо, где бы мы жили, то есть мы пришли в офис, да, там свет, офис, там, да, неважно, и вот там природа, да, природа, да, тут ещё и природа, а помните, тут ещё и море есть. Почему? Ну, не знаю, я, наверное, бы, может быть, уточнила, мне кажется, что, я уверен в две вещи, да, конечно же, куда бы мы ни приезжали, мы в первую очередь приводим себя, поэтому это известная история, известная истина, но вот мы же с вами про культуру сегодня собрались говорить, вот мне кажется, вот как раз история про культуру, да, ну, то есть как некая, я хотела как раз у вас спросить, как вы её себе формулируете, но чуть позже, наверное, мы сможем это сделать, но вот некая производная того, что в чём, где, как, в связи с какими обстоятельствами находятся те или иные люди, это вот, собственно, культура, например, арктического архипелага, и даже более уточнённой, наверное, уточнённой версии горно-разработческого посёлка, это же посёлок Шахтёров, да, то есть вот это та культура, которая накладывает отпечаток на то, каким образом, да. По большому счёту мы уже давно говорим про корпоративную культуру, да. Да, Яна, смотрите, вот зачастую, когда разговариваешь с собственником, он говорит, слушайте, мне мешает собраться с мыслями, подумать о своих ценностях, которые могли бы лечь в основу, собственно, фундаментально самого его и представления его о культуре. Если мы его вывезем с вами на Шпицберген, да, в архипелаг, и закроем его там на день в хижине, и будем его пытать, сможет ли он нам с вами рассказать свои ценности? Вот сама по себе атмосфера закрытости, отключённости от мобильных телевизоров, это концентрирует человека на самом себе? Или можно найти способы и здесь, в нашем огромном мегаполисе, достучаться до себя? Ну, мне кажется, не место, конечно, а то состояние, в котором человек находится, является ключевым, да, то есть, в общем, медитация доступна в любом месте, включая, там, не знаю, метро в час пик. Когда вы первый раз задумались о своих внутренних ценностях и их некой гармонией с той работой, когда вы приходили на работу. И были ли такие случаи, когда вы отказались от какой-то работы, если она не соответствовала по вашим ценам? Слушайте, ну, у меня же уникальный действительно какой-то случай. Я 20 лет в той компании, в которой я, собственно, работаю и поныне. И вот мой в том числе такой, как в английской версии есть такой термин, sabbatical, да. Не знаю, как переводится. Длительный отпуск на какие-то свои проекты. Академ, как у нас. Да, 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 вот, собственно, Верн абсолютно. Вот, хотя он таковым не задумывался, то есть в 16-м году я полностью, как это, как говорят, целиком уходила, уезжала, соответственно, не было какой-то модели заранее прописанной, что вот нет, это временная какая-то отлучка, да, и я, собственно, вернусь. Нет, это было такое решение вроде бы как без обратного билета. Но, тем не менее, я вернулась, вернулась туда же, и поэтому, наверное, моя история про ценности и корпоративную культуру, она, в общем, особенная. То есть я с собой являю, наверное, некую иллюстрацию того, что происходит, если на ценностном уровне… Происходит диссонанс, да? Происходит, нет, наоборот. Наоборот, гармония, резонанс. Да, резонанс в какой-то момент, который позволяет тебе, то есть мне, если 10 лет назад отвечая на вопрос, боже мой, как ты 10 лет работаешь в одном месте, что ты там делаешь? Да, я пыталась придумать какую-то историю, ну, не придумать, а, собственно, отвечая, аргументировала это прежде всего тем, что, слушайте, ну, 10 лет, конечно, срок длинный, но я за это время вот и то, и то, и то, и то, и… И позиции были разные. Позиции разные, проекты разные, и в Югорске я на коммерческом проекте с газовиками была, и корпоративную культуру меняла, и ценности интегрировала, и брендинг был, и так далее, и так далее, то есть каким-то образом таким пыталась объяснить, собственно, про что этот срок. То сейчас, прибавив еще 10 к нему, я, в общем, понимаю, что… не то, что понимаю, мне кажется, что это немножко запутывает, собственно, того человека, который спрашивает, потому что на самом деле, как мне сейчас кажется, на текущий момент, да, вот это продолжительность и длительность этого такого сотрудничества, жизни, по сути дела, вместе, она про действительно совпадение каких-то ценностей, прежде всего. А уж что делать? Если ты знаешь про что ты делаешь, да? Что и про что? Да, я вот, мой любимый вопрос сейчас, я встречаюсь, но у нас есть такая адаптационная программа Welcome to ABS Курс, которая вот буквально в пятницу была очередная группа, в компании много людей, сейчас мы растем достаточно быстро, ну и где-то там от 30 до 50 человек ежемесячно приходят, присоединяются в команде. Да, и мы делаем такой точный… Разного уровня люди. Из разных практик, из разного бизнеса, потому что и без все-таки достаточно в этом смысле такой куст всяческих… Все про IT, все технологическое, но абсолютно про разные. Вот и эти люди, мы выделяем день, несколько часов прямо вот посвящаем вот этому очному общению. И вы, и высший менеджмент, да? Да, да, это менеджмент, это какие-то там, это квест по офису, ну то есть понятно, что что-то, что в общем на самом деле достаточно, как сказать, затратное с точки зрения и времени, и ресурса, но мы точно за многие годы убедились, что без этого никак. Это класс, это погружение, это личный контакт. Это не информационный, да, как бы момент не прочитать, что-то не узнать, а именно увидеть… Не сиди за компьютер и посмотреть фотографию шефа. Да, и моя часть, она как бы, ну понятно, посвящена как раз попытке еще раз представить, показать через… Почему вы начинаете разговор о ценностях компании? Ну вот, собственно, да, я не говорю о ценностях компании, я стараюсь, да, я вот как раз стараюсь говорить о каждом из тех, кто к нам присоединился, а поскольку людей много, да, то, в общем, это есть некоторый вызов в том, как это сделать так, чтобы все остальные не заскучали, да, и при этом вот это вот искреннее желание про вас именно поговорить, оно тем не менее реализовалось, да, чтобы это не было формально. Ну мы сейчас про вас поговорим, а на самом деле, вот смотрите ценности, давайте отнесемся, галочки проставим. Так вот, вопрос про что, да, вот он очень, ну он такой магический, я уже не знаю. А вот когда вы его задаете? Да, когда я делаю какое-то короткое интро по поводу того, ну вот, как, что, где мы и зачем мы сегодня собрались, это буквально там несколько минут, а потом, да, предлагаю, собственно, там каждому, каждый, по-моему, представляется, как-то знакомится, какой-то такой айсбрекинг происходит, как у нас с вами с Арктикой. Вот, а потом, собственно, вопрос, про что вы в ИБС пришли. И он очень интересный, потому что люди, ну, реакции разные, реакции разные, очень все по-разному отвечают, очень интересно смотреть, как в пределах одного, одной группы, да, может как-то в одну сторону сместиться, то есть есть какая-то, вот появляется кто-то, кто задаёт что ли тон, и таким образом, да, выстраивает остальные ответы, тут нет правильного же, правильно? То есть это возможность для человека в ситуации, когда он вроде бы как оказался вот в такой, ну, ИБС, большая компания, да, какая-то формальная процедура, хорошая, правильная, нужная, он с чем-то пришёл к ней, он что-то от неё ждёт, но по моему пока, по моим пока новолюдениям уже там какого-то времени, да, люди неожиданно обнаруживают, что они интересны, что не они сейчас воспринимать будут что-то про компанию, да, а я спрашиваю про них, и я делаю это, в общем, ну, действительно мне это, это мне интересно. И по отношению каждого, и это возможность задать себе, может быть, вопросы, которые регулярно задаёшь, а для кого-то это вопрос впервые, прямо видно, да, когда человек про что я. Про что я? Да, про что я, да, и, ну, я шучу, что, говорю, я же запросто готова к ситуации, что человек, задав вопрос про что я в ИБС, не найдя на него ответа, встанет и выйдет, и это будет хороший, ну, хороший результат. То есть он не про что, он не про ИБС вообще, да. Он вдруг для себя поймёт, что на самом деле где-то, да, вот в том месте, которое принципиально важно, единственное, собственно, важно, зачем вообще всё. Были такие случаи, что кто-то там? Пока не было, я говорю, пока это как некая, всё-таки шуток, рекрутинг работает в достаточной мере хорошо. То есть много было вложено в континенте. Да, для того, чтобы люди, оказывающиеся уже непосредственно в зале, они, конечно, там, наверное, там, в том числе этот вопрос как-то себе задавали, но сам, вот вы спрашиваете, как я говорю про ценности компаний, вот таким вот образом я говорю, то есть люди должны прожить что-то, что они прочувствуют, как, ну, тут так принято. Окей, два слова буквально про рекрутинг. Так, когда мы собеседуем масс-персонал, проводится ли какое-то хотя бы там соотнесение с корпоративной культурой, и как проводится, например, подбор топов? И вот когда последний раз какого-нибудь топа вы к себе взяли? Слушайте, ну у нас последний год прямо богатый на топов. Было ли такой момент, что кто-то из топов заинтересовался или вдруг задумался, когда вообще разговор коснулся корпоративной культуры? Смотрите, мне кажется, что режим, в котором мы, в принципе, компания живет и развивается, он такой как бы постоянного общения, ну, такого, да, вот… Внутреннее, опыление постоянно. Внешне-внутреннее, да, то есть, если вот мы бы с вами сейчас рисовали эти круги, то есть, есть какой-то внутренний, выходящий вовне, да, вот такой вот. Оно постоянно, это… Это постоянный взаимодействие, да, это работа с внешней средой, открытой средой получается. Да, абсолютно, причем с любой, то есть, мы, почему для меня, например, в свое время был таким естественным переходом, история с интеграцией маркетинга и HR, да, потому что тоже один из первых экспериментов, который… О, ABS, да, который мы провели потом за нами там… Так у вас сейчас нет директора по маркетингу? Нету. А, директор HR есть? То есть, вы как бы директор HR-маркетинга? Да, да, да. И HR-бренд – это ваша функция? Да, да. Ну, как некую изначальную штуку мы придумали ее первой, потому что она лежала на поверхности, потому что все, что на уровне коммуникационных практик делается… Ну, я сейчас не говорю про продуктовый маркетинг. То есть, мы говорим про людей. Да, мы говорим про людей. Все, что про людей, оно в какой-то момент… Все коммуникации. Да, невозможно разделять на внешние мнения. Здесь мы одно говорим, здесь другое. Продуктовые, рекламная кампания, соцсети, продвижение, это все другое. Это про продукты. Продуктовые именно. Да, а про людей – это все у вас. А все, что про людей, это все было интегрировано. А почему? Потому что… В смысле ушла, было хорошо. Нет, понятно. Все, что вообще… Да, вот это вот восприятие, модное нынче слово «экосистема». Сбербанк вот ее пытается построить, а так же, как и культуру нельзя построить, она какая-то есть. Так и экосистема, которую компания вокруг себя формирует, она дальше может входить, она может быть осознанна, как этот объем, может быть неосознанна. То есть, я кладу кирпичи, я не город строю. Делаем-то то же самое. И вот это вот ощущение то, каким образом происходит жизнь и развитие бизнеса, компании, а по сути дела жизни тех людей, которые на этом борту собрались, оно вот такое взаимообогащающее, абсолютно всегда открытое. Это про культурологические особенности. То есть, в любой момент любой коллега с рынка, с конкурирующей компанией может точно совершенно прийти, спросить, узнать, увидеть, задать вопросы. То есть, вы говорите, что можно прийти к вам на экскурсию? Абсолютно. Все, приду. Приходите. Конечно. С ними маленький фильм о том, как маркетинг живет в чай. Так вот, вопрос на секунду вернусь. Да, мы это спросили, я помню вопрос. Человек новый, не из области, сталкиваясь в первый раз, вернее, не сталкиваясь даже, а коммуницируя первое с корпоративной культурой, это что? Что он чувствует? Ну, вот надо спросить у человека, который с ней сталкивается, да, но должен, как не то, что должен, хотелось бы, чтобы он чувствовал вот эту открытость, вот это ощущение того объема, с которым мы имеем дело. Это ответственность определенная. Да, это определенная ответственность за то, что ты делаешь, и что ты транслируешь в том числе при этом первом контакте. Это осознание этого в том числе характерно для людей. Как это? Есть ощущение, что… Я вот пытаюсь найти всегда какую-то метафору хорошую. Мне кажется, корпоративная культура – это такой магнит, правильный. Он не может быть универсальным. Это какой-то такой… Вот он лежит где-то внутри. И по-хорошему, те люди, которые разряды совпадают, то есть, являются правильными, притягивающимися, они, соответственно, схлопываются где-то надолго, на 20 лет. А были случаи, что уходили люди именно по причине несоответствия внутреннего мира корпоративной культуры? Мне кажется, все уходы, они плюс-минус… При проекте, да? Они все проекте. Так же, как и непопадание через вот этот рекрутинговый, мы с вами начали говорить, про вход в компанию. На каком-то этапе, отвечая на вопрос, инструментально поддерживается, собственно, есть скрипты, которые позволяют какие-то вещи проверить. Ну, совсем вот… Такие базовые. Да, плюс коллеги, которые работают с этим и про это как раз, они, в общем, уже достаточно неопытные. Вы проводите и сами интервью на уровень какой-то? Да, да. Слушайте, ну это может быть в разной, значит, встречной позиции. Мы проектная организация, например. Это могут быть проектные менеджеры, это могут быть директора проектов, это какие-то линейного уровня руководители. И вот в подобных интервью вопрос о корпоративной культуре, о соответствии ценности человека, компании, он у вас как-то заготовлен или вы по ходу там ориентируете? Кстати, нет. Это уже, наверное, такой… Когда-то был интервью-гайд, который мы пользовались и, собственно, на основании которого, наверное, формировались вопросы, но сейчас, я думаю, я не знаю, разочарую ли я коллег, которые, собственно, делают это, но я более четко по инструкции, я скорее опираюсь на какие-то свои… Внутренние. Почему я… Прошу прощения, что я заострил внимание на рекрутинге. В процессах изменения корпоративных культур так или иначе ты работаешь с той компанией или с тем персоналом, который уже создался. Ну, который уже есть. Который есть, по факту, да. Но в тот момент, когда корпоративная культура начинает трансформироваться и берутся какие-то ориентиры для её трансформации, это, по большому счёту, как бы становится поголовно. Но у человека всегда есть выбор, он либо соответствует этой трансформации, либо говорит, ребята, то, что вы тут задумали… Дальше не со мной. Дальше не со мной. И вот эта красная черта, которую собственники или директора проводят, они говорят, ребята, вот у нас теперь такие правила, пойдёмте со мной. И вот после этой красной черты глупо было бы вновь набирать всех подряд, а нужно, чтобы приходили именно те, которые и поддерживают те идеи, которые бы толкали корабли вперёд. В какой момент у вас вообще кристаллизовалось понятие о корпоративной культуре компании EBS? Сколько лет назад? Слушайте, мне кажется, что это произошло до ста… Понятие корпоративной культуры вообще, мне кажется, родилось EBS плюс-минус. Я пришла в 1999 году, и словосочетание уже в тот момент вполне себе жило. Компания, собственно, разрабатывая систему грейдов… Закладывая какие-то смыслы. Формулируя, да? То есть, какие-то вещи, которые на тот момент в рынке отсутствовали, то есть, они как явления отсутствовали. И, в общем, очень многие вещи, которые сейчас являются таким гигиеническим уровнем, более того, недостаточным для реализации какой-то затеи, они, в общем, проходились компанией на тот момент первой, и в большинстве из них, собственно, все их как-то руками. Это были поступки, мнения руководителей, основателей, ваши собственные воззрения, вы как-то друг друга обсуждали, собирались. Слушайте, ну, ценности изначально сформулированы, собственно, их три, они живут уже много лет, это амбициозность, новаторство и ответственность за результат. Я не знаю, разговаривая со мной, есть ли трансляция их. То есть, скорее всего, мы с вами обсуждаем, что-то – это как узнать человека и без, мы потом о ценностях, то есть, говоря о платформе бренда, мы всегда говорим, что вначале там ценности, вот они лежат, отлично, есть миссия, есть видение, есть ценности. По сути, это и есть бренд-платформа, то, что мы говорим. Да, абсолютно, бренд-платформа. А дальше всегда интересно, хорошо, вот ценности, а вот человек. Как в корпоративной традиции, не в общечеловеческой, не как заповеди перевести к веру в дело, а вот к ценности в корпоративной парадигме, каким образом мы понимаем, или как мы видим, что поведение людей, оно как бы бьется с этими ценностями, в базе лежат именно они. Собственно, дальше идет трансляция, то есть, перевод ценностного уровня на компетентностный, по сути дела. И у нас в какой-то момент появился типаж ЭБС. То есть, человек ЭБС. Да, человек ЭБС. Да, человек ЭБС. Это скорее… 90-60-90. Это скорее, в какой-то момент написанное в режиме поведенческих каких-то примеров. Например, в центре, поскольку амбисознанность, наторс, соответственность, результат, ядром стала ощущаться история про интеллект в смысле думы. Я думаю, значит, я существую. Вот эта вот история. То есть, вот такого плана. Потом, например, опять же, каким образом можно ответственность за результаты в поведении человека увидеть… Вычленить. Вычленить. Ну, например, это в том числе то, что сейчас модным словом коллаборация называется. Раньше… Ко-креэйшн, сейчас новое… Сотрудничество. Сотрудничество. Катяшка, да? Есть хорошее русское слово. Я, как филолог-русист, в общем, стараюсь все англицизмы в последнее время как-то… Да, находить всё-таки, пытаться искать верно. Сотрудничество. Сотрудничество, да. И вот это вот, что значит «сотрудничество»? То есть, это значит, что на уровне внутренней интенсии ты понимаешь в этом ценность. Совместный труд, да? Сотрудничество. Да, да. Я понимаю, почему это… Если я понимаю ценность, то в этот момент я могу начать прилагать к этому усилия. Если я ценности в этом не вижу, ну, как бы здорово, с одной сотрудничеством, в одной команде, да, но в случае возникновения, а они постоянно возникают сложности какой-то в налаживании этих самых связей, в поддержании этого самого, как бы вот этого круга, да, я не знаю, в разделении ответственности в смысле её такие обеспечения, да, то если на самом деле в этом для человека ценности нету, то есть, вот пользы, да, давайте так сложим, не мешайте. Отлично, да, польза, да. Если нет пользы, то он в высоко вероятно, в очень высоко вероятно, да, проигнорирует это в пользу другого. В своей какой, или в какой-то другой даже. Потому что, слушайте, ну, как за себя отвечать гораздо проще. Да. И вот таким образом эти самые, возвращаясь, да, эта платформа бренда приобрела как бы следующий такой переходник, да, переходник уже к человеку в виде некоторого типажа. То есть, получается, если в терминах строительства мы заложили фундамент, положили ценности, мы взяли уже на фундамент, поставили стены, и это получились компетенции, а что было бы крышей? А дальше, да, дальше, собственно, есть третий уровень, у нас есть ответ, это, собственно, те процессы и процедуры, то есть, та практика. Практика. Которая вот эту всю идеально типическую, в хорошем смысле, картину позволяет прожить, да, собственно, а как живёт компания. Вот она декларирует, не знаю, ответственность за результат. А дальше что значит ответственность за результат? Она к сотрудникам ответственна. Ответственна ли она, и ответственна в какой части, да, насколько глубокая её ответственность, потому что можно сказать, да, я ответственна… На словах или на деле. Да, и степень, да, потому что ведь есть какие-то очевидные истории из серии, да, я ответственна, потому что, например, мои люди застрахованы в период поездок на крайний север, ну, например. Вот это достаточный уровень ответственности? Или уровень ответственности, то есть ответственность настолько является глубинной ценностью, что ответственность за то, какого рода корпоративные программы в области, не знаю, спорта, да, реализованной в компании… Не про спорт, а про здоровье человека. То есть, насколько вы, например, да, заставляя там… Не что же заставляя, а выдавая в качестве корпоративной программы, то есть, это же моя ответственность, да, я вот её выдаю там, ну, вот бегайте, например. А как вы там бегаете? Ну, вы же здорово, я поддерживаю, в общем. А дальше вопрос внутри, да, действительно, насколько то, что было в качестве корпоративной программы на уровне формальных, каких-то характеристик абсолютно прекрасное, замечательное. Продумали ли внутри те люди, которые… Это делали. Это делали. Этот процесс выстраивали, эту процедуру как бы формулировали по принципу, потому что нам так удобно, потому что, слушайте, ну, там, это хороший баланс цены, результата. Или нам просто нужно, что было в основе принятия решения. Да, да, что было в основе принятия решения. Буквально там сколько-то минут назад, отмотая наш разговор, вы произнесли фразу, которая вызвала во мне некую ответную картинку. И я представил, что когда мы говорим вот о том, что у нас есть ценности, и дальше как это положить человеку и ценности в сознание, наверное, религия или вера, она очень легка. Почему? Ну, что там происходит? Возьмём православие, да? Самое простое, по крайней мере, нам понятно относительно. Человек должен ходить в храм, ежедневно молиться, читать Евангелие каждый день, чтобы через притчи, которые Иисус рассказывал, понимать те ценности, которые в них заложены. Попытаемся трансформировать в нашу жизнь. То есть, маркетинг, который работает внутри HR, должен окружить человечка, который у нас есть, тем визуальным рядом, аудиовизуальным рядом каким-то, который поможет ему постоянно чувствовать, что а, ценности а существуют, куда бы он взгляд не бросился, например, с плакатами, ценности. То есть, это некая, какая-то внешняя среда, которая могла бы человеку сказать. Ладно, с этим он говорит, ну, тут налепили плакаты, хорошо. Дальше, в голову. То есть, в процессе общения с коллегами и с руководителями ему должны тоже транслироваться в моделях поведения некие ценности. В момент возникновения какого-то решения, люди, которые рядом с ним, он должен увидеть, что решение принимается тоже ответственно, инновационно, амбициозно, и тогда у него не возникает вопросов. Не возникает диссонанса. Да, у него не возникает диссонанса между тем, что транслируется извне на него как масс-медиа, HR масс-медиа, и внутренние модели поведения, например, там, собственно говоря, и истории как притчи евангельские в процессе поведения. карьерные треки людей, которые появились в компании, и все остальное. Но это идеальная картина. Так. Как научить руководителей соответствовать тем ценностям, которые компания транслирует? Ну, смотрите, возвращаемся все-таки тогда на два шага назад. Учить кого-то ценностям точно не возьмемся. Не возьмемся. То есть, мне кажется, что… У меня внутренне во мне борются сейчас история. Вы затронули тему религии, мне хочется… Давайте, очень интересно. Хотя бы вкратце. Но, тем не менее, сейчас можно. По поводу научить кого-то ценностям точно невозможно. Можно и нужно. Ну, скоро вы эту метафору ритуальной практики какой-то религиозной затронули, иудейскую, например, возьмем тоже более близкую мне. Да, есть ритуальная практика, которая как бы сигнализирует Всевышнему, что мы выполняем заветы. Заветы, да. Вот в пятницу мы хвалу печем, я не знаю. Или в субботу ничего не делаем, неважно. Да, и в субботу отдыхаем. Это ритуальная практика, которая является для окружающих в том числе, тех людей, которые… Индикатором, что мы соответствуем или… Да, мы похожи или не похожи. Или стараемся. Ну да, по крайней мере, на уровне… Выполняем. Это никаким образом не дает гарантии… Что вы внутри верите. Что внутри происходит то, что… Ну да, но внешне, да, атрибутика есть. Да. Дальше… Собственно, пример хороший, потому что, действительно, каким образом эту самую корпоративную культуру, абсолютно корпоративный дух… Что это? Да, что это такое? Каким образом? Да, наверное, он без дел будет мертв, так же, как эта самая вера. Поэтому, прежде всего, это складывается… Почему я назвала это практикой? Да, то есть, наверное, в меньшей степени агитационные материалы… Вот если вы… Я надеюсь, вы скоро приедете к нам в офисе и увидите, что никаких агитационных материалов практически нет. Есть, например, афиши творческих четвергов. Вот корпоративная культура и без той части, где она вот это открыто, абсолютно доступно и проразное существует. Она вот, например, какие-то практики, связанные с концертами интересных личностей, от музыкантов до философов, открытые не только сотрудникам, но и членам их сил. Абсолютно бесплатно, да? Да, абсолютно бесплатно. Это, как бы, с одной стороны, на уровне тематик, на уровне уровня, не знаю, мастерства какой-то, опять же, та самая ответственность, которую мы в рамках этого транслируем и показываем, она абсолютно открыта. Это подтверждение или это еще одно иное качество транслирования ценностей? Это тот объем, который с разных сторон можем обсмотреть. Что с видением церкви? Это может быть как праздник какой-то, где мы празднуем что-то, приходят семьи, и это тоже подтверждение чего-то. Окей, дальше. Возвращаясь к тому самому поведению. Можем ли мы научить ценности? Нет, мы можем убедиться и человек, остающийся в компании, и желающий в ней быть, и своей готовностью быть на своем месте в этой компании, в том числе готовностью учиться. Он подтверждает, что ли, не коммитится в смысле договора, а своим настроем подтверждает свое попадание в тот ценностный код, который есть у компании. О, ценностный код, отлично. И, соответственно, уже научить его каким образом, он говорит, да, я хочу. Я хочу веровать, уверовать, хочу уверовать. Вот в этом смысле, конечно, мы все-таки с вами в корпоративной плоскости, поэтому есть какие-то управленческие практики, мы с вами с утра говорили, про то, каким образом мы с командой, например, работаем, если я руководитель, если руководитель проекта, тем более сложного проекта, который без дела. Есть проектное управление, есть командное управление, есть вещи, связанные с people management. И вот эти вещи, это уже тот уровень практики, который может быть развитием того ценностного кода, который совпал. То есть, желание есть, стремление есть, а дальше мы сообщаем, в том числе, инструментальную какую-то возможность для того, чтобы реализовать в той роли, в которой человек там сейчас находится. Класс. Я испытываю колоссальное удовольствие от того, что вы говорите, просто это настолько мне интересно, что каждое ваше слово, оно мне как бы расширяет мое представление об этом вопросе. Я попытаюсь сделать сейчас интересное такое упражнение. Представьте, что мы откатились, например, на 15-20 лет назад, и кто-то бы услышал наш с вами разговор о ценности при приеме на работу. Тогда у людей возник вопрос, о чем вообще говорить? Эти люди вообще откуда из космоса? Наша задача просто нанять человека, чтобы он просто выполнял работу. Директора компании, директора завода, неважно. Мы с вами про Россию сейчас говорим. Допустим, да. А вот через 20 лет вперед, что они скажут по поводу того, чтобы мы с вами говорили относительно того предмета? Будет ли это действительно важным аспектом, а может быть, будет единственным, который со временем будет привлекать людей к той или иной компании? Вы знаете, мне кажется, что 20 лет назад, что сейчас, то есть, мы настолько незначительный шаг, мы начали с вечности с вами, поэтому чего размениваться. Но за 5000 лет человек, мне кажется, вообще никак не поменялся. Не знаю, не видел раньше. По общему правилу, да? Ну, картины показывают, что где-то больше, где-то меньше. Ну, наверное, и контекст вот этот вот, да? То есть, там появились, не знаю, появилось колесо, появилось там водопровод, канализация, сейчас электромобили или там… В общем, любовь, она никуда не надевалась, она была все эти годы. Дальше вопрос, что, безусловно, контекст, мы с вами тоже про это говорим, он как бы влияет, да, дает какие-то… Определение правил, границы, может быть. Ну, вот какой-то эффект влияния есть, но дальше, если мы… Сейчас очень, такая просто специфический, мне кажется, момент, последние несколько лет, какой-то такой дискурс по поводу ускоряющегося времени, да, ускоряющихся изменений. Что всё, вроде, жизнь быстрее проходит. Всё очень быстро и всё очень как-то так технологично, как-то иначе, чем было раньше. Мне кажется, в любой… Любые поколения? В 15-й век, сейчас бы мы там с вами посмотрели, каждый, наверное, считает, что вот сейчас происходит какой-то перелом. И перелом качественный, да, не просто количественный, а вот им качественный. Вот сейчас вот сейчас роботы придут, и всё. И это, с одной стороны, на уровне какого-то такого вневременного контекста выглядит довольно забавно, с другой стороны, люди очень многие больше как-то вовлекаются настолько, что живут действительно этим, да, этим ощущением, что вот есть какая-то реальность, очень быстро меняющаяся, которая отменяет, да, вот как в большой системе, в механизме, отменяет какое-то вот корневое действие. Вот, и мне кажется, что это не так. И, собственно, нет, там, вернувшись после Арктики в ABS такой был, там, цифровой чар, цифровой… ну, это же хорошо, да, в контексте. Цифровой чар, всё, вот роботы поработят, всё поменяется, куча отмены рабочих мест, изменения. И… Да, но… Да, но. Потому… да, но… и когда, вот, собственно, там, пару шагов вперёд здесь сделать и посмотреть, ну, хорошо, да, действительно, роботов там их уже, в общем-то, они уже работают, и никто не замечает не потому, что их мало, а просто потому, что, наверное… Они встроились. Логика, да, логика того, каким образом происходят изменения, она сохраняет человека, и человека сохраняет. То есть, ценность человека именно не агрегата для выполнения, не ручки к арифмометру, как, значит, у нас директор говорит, да, не о некоторых функциях, а человека, да, она… Колоссальная? Она колоссальная. И… ну, вот это действительно, мы с вами переписывались, да, я говорила, это вневременная тема. Вневременная тема, да. И она абсолютно… попытка её как-то отодвинуть в сторону, да, сказать, что мы сейчас технологично как-то, да, технично решим те вопросы, на которые мы ответ не нашли на предыдущий… В форме доразмиченной. В предыдущем шаге не нашли, это заблуждение, иллюзия. Это такой уход в сторону, который, безусловно, нагонит, да, в смысле своей нерешённостью, и очень такой, ну, искушением является, да, потому что, ну, сейчас мы вот как-то обманем. И всё же, если, например, заглянуть чуть-чуть в будущее, да, про цифру мы говорили, и я помню, интересно было, несколько лет назад мы, когда только… ну, программа долго идёт, и уже тренды можно наблюдать. Да, да, конечно. Я помню, мы с Викторией Лобановой здесь сидели и разговаривали про удалённые места, она говорит, да, это тренд, но там уже они поняли, что откатились. Да, уже откатились. А у нас прям вот всё жгёт. И вот не хотелось бы, чтобы корпоративная культура, корпоративный дух, код, ценности, которые в основе взаимоотношений между работниками и работодателем стали бы какой-то модой. И вот как вы всё-таки думаете, это будет тренд, который усиливаться в отношениях между нанимать человеком и аккомпанией, и людьми внутри, или это просто тоже какая-то, возможно, модная штучка? Ну, нет, это не модная штучка. Люди очень за последние… опять же, у меня тоже есть возможность наблюдать тренды, наверное, за последние несколько лет люди, приходящие в корпорацию, в принципе, да, делающие такой шаг. Или стоящие перед выбором. Мы очень много работаем с молодёжью, ну, собственно, с… Они, кстати, другие вообще, да? Да нет, всё те же. Всё те же. Просто они более, может быть, где-то искренние, где-то в своих… Более открытий. …исканиях, что ли, я не знаю, или в своём каком-то выборе, может быть, более резкие, поэтому позволяют увидеть какие-то штуки, которые в предыдущей, например, предыдущему поколению, в силу, опять же, своих особенностей, они как-то были снивелированы. Так вот, люди, приходящие в корпорацию или делающие выбор между… я сейчас, не знаю, пойду напишу какой-нибудь… Мы же в IT, да, мы же, в принципе, на острие, скажем так, истории про самозанятость, про стартапы, в том числе, какие-то команды… Про свободные графики. Про свободные графики, да. Собственно, делающие вот этот выбор, чем они руководствуются, то есть, на что они смотрят или про что они думают или про что в себе они как-то опираются, делая тот или иной выбор, да. И понятно, что в этом смысле история про ценности, то есть, про то, какая компания на самом деле, не регулярность выплаты, там, зарплаты или медицинская страховка, или там офис в центре или не в центре, и количество печенюшек на входе и смузи с гамаками, а что-то другое определяет по моей твердой уверенности и по тому результату, который мы видим. То есть, в какой-то момент была очень популярная история о том, что, ну, вы видели офис Google, говорили коллеги, вот почему там все работают, потому что там вот такие вот райские кущи, и вот поэтому. То есть, подмена причины и следствия, на самом деле, она случается, и слово о трендах, да, и какое-то время некоторое количество игроков всерьёз как бы озаботилось перекрашиванием стен, вкладыванием денег, приобретение тех самых гамаков, будь они неладны, или ещё фруктов в кухнях и так далее, и обнаруживали, что Google из них не получается. Не появляется. Да, почему-то нет того эффекта, который есть. Возвращаясь, да, люди чётко совершенно голосуют своими чаяниями относительно того, как, где им хорошо, да, то есть, вот про этого человека, который в себе, про себя, да, про что я прихожу. Я прихожу про то, чтобы менять мир. Есть у нас такие ответы, да, молодые ребята приходят, и на этот мой самый вопрос, о котором мы с вами упоминали, говорит, я хочу поменять мир. Класс. Классно. Ну, то есть, оно прекрасно не в том смысле, что к этому надо как-то немедленно отнестись, сказать, да, классно, смотри, давай меня не принять. Это просто то, про что он пришёл в это место, он увидел в компании эту возможность. Класс. Класс. И вот этот вот эффект такого пула, да, вот этих самых, то, что называется, талантов, я тут в своё время как-то пыталась некоторое время назад сформулировать, вот человекоцентричный подход, да, вот к тому, что мы делаем, ну, как-то лучшие из нас стараются сделать в компании, то есть, эта история про каждого-каждого, да, это звучит, я говорю, может быть, для отдельных отраслей, здесь прям совсем дико, если я, там, не знаю, нефть добываю или, там, не знаю, сталь лью, наверное, ну, вот есть какие-то. Ну, для этого сектора, в котором, собственно, интеллектуального вот этого хай-текского, про который я могу, смею как-то судить и к нему относиться, это абсолютно актуальная история. Это история про каждого, честно про каждого. Это очень сильно меняет то, каким образом мы себе представляем возможный процесс внутри компании. Вот она огромная, это же не 20 человек, это же не стартап, это, там, несколько тысяч человек, распределенных по всей стране, которые должны чувствовать, у которых жизнь в компании должна соответствовать вот этой декларации. Это про меня. Яра, это прекрасное завершение нашей программы, потому что время пролетело настолько незаметно, 45 минут мы с вами. Вы прекрасный собеседник. Я постараюсь быстро подвести итог, а вы мне поправьте, пожалуйста, или добавьте то, что… Итак, мы сегодня говорили, уважаемые зрители, про корпоративную культуру и точнее, вернее, про ее культурный код. Собственно говоря, фундаментальная вещь, вокруг чего она рождается. Важный вопрос – про что? И если каждый из вас себе задается, а про что я в своей компании или про что я делаю бизнес или про что ко мне приходят мои топы, мне очень многие вещи откроются. Для этого не надо уезжать на Шпицбергинг или закрываться в хижине Арктики, достаточно просто подумать. Когда вы подумали или создали фундаментальные какие-то вещи, о которых вы готовы опираться, пусть это будет вашим фундаментом. Попробуйте из этого фундамента построить стены, а как человек, работающий в вашей компании, может проявлять эти фундаментальные вещи в своей деятельности, то есть, какие-то профессиональные компетенции. И вот эти профессиональные компетенции через транслирование своим собственным примером, показыванием на практике, возможной, но минимальной визуализацией того, о чем вы думаете, и будет являться некой эко-средой, которая будет развиваться каждым из вас и в целом всей компании. И, говоря о том, что финально подвести, что это история про каждого человека и про компанию в целом. Да, это очень важно. Человек в центре – это искренне должен быть посыл, каждая компания к этому готова. Но мне кажется, что если удаётся понять ценность этого тезиса и те возможности, которые он открывает, мне кажется, что… Супер. Большое спасибо. Это была Яна Кудрявцева с HR-директор компании IBS. И это была программа «Жизнь и бизнес. Основанная на ценных». Был с вами Роман Дусенко. До скорых встреч. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова